18 декабря в Краевой филармонии состоится презентация совместного проекта Красноярского симфонического оркестра под управлением Владимира Ланды и свободного балета Валерия Терешкина. Это новое прочтение мюзикла «Витцайская история». Сейчас идет работа над костюмами для постановки. Как рассказала художник по костюмам Елена Грасс, снаряды разрабатывались почти полгода. Нужно было передать через цвета, ткани и линии темперамент героев, ведь костюм – важная часть цельной картинки, которую увидит зритель. Еще одной особенностью спектакля будет то, что выступать артисты будут под живую музыку. На сцене сыграет Красноярский симфонический оркестр, а вокальные партии исполнят артисты Красноярского музыкального театра. Все, кто работает над постановкой, обещают историю любви Марии и Дони, и противостояние двух уличных банд заиграет новыми красками, и зрители получат истинное удовольствие. Чтобы показать более портуриканцев, более загадочно, более темпераментно, была выбрана определенная техника, как принцип аквариума, прозрачная и непрозрачная ткань. И вот под прозрачной тканью есть еще такой небольшой сюрприз. Там еще снизу движущаяся юбка, то есть вы это увидите в свете, на сцене, будут открытия. Живая музыка – это волшебство, в которое, когда ты погружаешься, ты и танцуешь по-другому. Естественно, трудности, они есть, фонограмма, она всегда одна и та же. Здесь оркестр – это живые люди, и у них также бывает премьера, у них бывает второй спектакль, третий и так далее. Здесь восторг, вообще восторг танцовщика, когда он танцует под настоящие живые инструменты.